Никогда такого не было и вот опять. Город засыпало рекордными осадками, а вслед за волной снежной последовала следующая – волна жалоб в социальных сетях. А мечи крайне недовольны качеством уборки дорог и улиц. В ответ дорожные службы восклицают – делают все, что могут. Начало года ознаменовали обильные осадки. Они стали проверкой на прочность для коммунальщиков и рабочих дорожных служб, в экстренном режиме приступивших к устранению последствий снежного апокалипсиса. Тем не менее, еще в праздничные дни, а затем и в первые рабочие недели, социальные сети заполнились гневными сообщениями мечей о неубранных и заваленных снегом городских дорогах, улицах и тротуарах. Жители буквально умоляли привести город в порядок. Мы вышли на улицы Омска, чтобы лично узнать о мече и как, по их мнению, дорожные службы борются с последствиями, казалось бы, привычных для Сибири снегопадов. По центральным магистралям как-то уборка идет, а вот я, допустим, живу на левом берегу, третий микрорайон, пятый, там абсолютно колея, машины сносит, проехать нельзя. Нужно, наверное, не только центральные улицы чистить, да? Ну, вы посмотрите, колея везде, вся Волочайская в колее, невозможно ездить, я сам водитель, профессиональный причем. Даже если центр отгребу, там, чтобы машины ездили, а вот эти барьеры, вот мне, как пенсионеру, тяжеловато перейти. Да, пробираться, настоя, посадиться в тротуар. Ну, а про дворы, а про дворы вообще что сказать? Конечно, еще хуже, особенно вот после этих вот снегопадов. Ну, вы знаете, время от времени у нас город чистят, но вот так вот, чтобы после таких больших снежных, как бы, запасов, заносов и всего остального, дороги были безобразные. Сейчас дороги расчистили, но зато, сами видите, что у нас вдоль дорог створится. На пешеходных переходах нужно через гору перелезть для того, чтобы перейти дорогу. И раньше-то все это убирали, дворники были, и техники, может быть, не было столько. Ну, ходить было можно, а сейчас ноги увернут. Я думаю, просто у нас, на нашей каторге, наши чиновники, через чушь жулики, самые красиво объявляют, что мы закупили, а сами все это дело по карманам. Только него. А люди надеются и ждут. Как думаете, а раньше лучше убирали или всегда плохо у нас? Да я думаю, что всегда плохо. А причину не знаете? Как думаете? Я думаю, техники мало. В управлении дорожного хозяйства и благоустройства подтверждают догадки о мечей. Снегоуборочной техники и правда не хватает. В работах сейчас задействовано 355 единиц. Но даже с увеличением парка оборудования проблема не решится. Куда острее стоит кадровый вопрос. Мы обслуживаем 1500 с копейками километров дорог. Если это в квадратных метрах, то это 13 миллионов квадратных метров. Это, конечно, огромная цифра. И вот на то, чтобы обслужить эти дороги, ну понятно, что с заездными карманами, с остановочными павильонами, необходимо 2363 человека. На сегодня на предприятии работает 1442 человека. Дефицит кадров вынудил чиновников приступить к поискам подрядчика для оказания услуг по очистке от снега и льда дорог вручную. Общая сумма двух контрактов – полтора миллиона рублей. А очистку каждого квадратного метра фактически оценили в 13 рублей. Справедливая ли это оплата за тяжелый физический труд решат уже рабочие. Но приступить к очистке улиц они должны как можно скорее. Ведь недовольства от омичей меньше не становится. Бистрит обращениями очень много и справедливо. Значит, мы расставляем приоритеты и в соответствии с этими приоритетами строим планы работ на ночные работы, на дневные работы. В УДХБ просят жителей города запастись терпением. А если ваша улица не очищена от снега, то это не значит, что дорожные службы не работают. Может, уборки вы просто не заметили. Я могу тоже и сказать, что зачастую омичи, если мягко сказать, лукавят. Потому что, значит, есть такие обращения, что вот там никогда не чистилось. Все это далеко не так. Это во-первых. Конечно же, очищалось. Но, учитывая вот эти погодные условия, безусловно, если человек 10 дней из дома не выходил, ему кажется, что ничего не почищено. Ну, это я утрирую, да. К сожалению, главная причина снежного апокалипсиса на дорогах, по нашему мнению, не объем осадков, а халатность. Если бы чиновники, ответственные за принятие бюджета города и руководителей профильного ведомства, добивались необходимого финансирования, то, возможно, не приходилось бы хвататься за голову и в срочном порядке искать подрядчиков и удивляться, что за копейки работать желающих мало. Продолжение следует...